Здравствуйте, с вами на связи в Уорсингтон, Агайо, США. И сегодня я расскажу вам о такой удивительной вещи, как сдача крови на донорство. Развук, вот в школе устраивается такая штука, называется blood drive. То есть любой желающий может прийти и сдать свою кровь. Это может быть либо сторонний взрослый человек, либо школьник. Записываешься, приходишь, сдавать кровь можно с, кажется, 16 лет. И, ну вот, если ты младше 17 лет, то нужно разрешение родителей. В общем, приносишь разрешение родителей и сдаешь кровь. Что происходит? Сначала дают анкету. Ну, как анкету, такие вопросики, чтобы понять, можешь ли ты сдавать кровь. Вопросы, типа, допустим, занимались ли вы с 1977 года сексом с мужчиной хотя бы раз. Потому что в 1977 году появился СПИД. Ну и тому подобные, в принципе, вопросы. И мне попался очень интересный вопрос. Ну, а как, он, естественно, всем попадается. Но мне сказали отвечать честно. И попался вопрос, жили ли вы за пределами США дольше пяти лет. И я отметил, да, жил. И в итоге потом приходит работница, смотрит, говорит, так, а вы жили за пределами США? Я говорю, да. В течение пяти лет, больше пяти лет. Я говорю, ну, 16 лет, если быть точным. Говорит, а где? Я говорю, в Казахстане. Это проводится потому, что есть список стран, в которых есть риск заболевания малярией и прочими болезнями. В Казахстане вообще нет риска ни малярии, ничего. Поэтому все было нормально. Потом тестируют кровь. То есть берут анализ крови, проверяют уровень железа в крови, проверяют давление, температуру и тому подобное. То есть, ну, здоровый ли ты человек? А потом начинается уже самое веселое. Тебя садят на кушетку, дезинфицируют руку йодом и тому подобным, находят вену, вставляют иглу и все. И примерно минут 10 сидишь и спокойно ждешь, пока у тебя выкачается пинта крови. Пинта – это 470 мл крови. Каждый человек имеет в среднем от 4,5 л до 5 л крови. То есть, примерно 1,1 крови ты отдаешь. В процессе можно чувствовать там легкое недомогание, у кого-то голова кружится. Но в целом у меня все было хорошо. И потому что вообще рекомендую до того, как сдавать кровь на донорство, очень хорошо поесть и очень много воды выпить, чтобы кровь легко выходила. У меня был очень большой завтрак, и воды у меня тоже было очень много. Я выпил порядка литра, где-то меньше, чем за 20 минут. И все было очень хорошо, кровь хорошо вышла, все нормально, такая темненькая, венужная кровь. И потом после этого дают небольшой как снэк, то есть, в принципе, просто там какая-нибудь пачечка там этих арахисов и тому подобное, там сок. То есть, спокойно так поел немножко и пошел дальше на уроки. Сама процедура вообще длится порядка 10 минут, подготовка, ну, около 20, скажем, ну, полчаса, короче, на то, чтобы кровь взять. А вот ждал я полтора часа, то есть, два часа я провел вне уроков и тому подобного. Но это был чудесно замечательный опыт, то есть, в принципе, кровь сдавать можно, даже нужно, ну, как потому что это может спасти кому-нибудь жизнь. И, в принципе, это не так уж и сложно, то есть, что просто потратить, там, два часа вот срока в один день. Как мне сказали, что Красный Крест, организация, которая это делает, проводила бы больше таких штук в школе. Но учителям не нравится, когда дети выходят за предел, когда дети пропускают уроки, и поэтому они отбирают один день в школе, и в этот один день ученики могут свободно приходить. В принципе, на этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь, так как это первый мой выпуск на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь, можете оставить комментарии здесь или ВКонтакте. Пишите, о чем еще хотелось бы вам слышать. На этом все.